Приветствую вас, друзья мои! Первые кадры этого видео с вокзала Термини. Значит, нас ждет новое путешествие. Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня съездить со мной на прогулку в Неаполь. Мы совершим путешествие одного дня. Компания Italo предлагает хорошие скидки на билеты. Если заранее позаботиться о билетах хотя бы за две недели перед поездкой, вас удивят цены этой компании. Ну что такое 10 евро? Я заплатила 12.90, чтобы доехать до Неаполя, и 10.90, чтобы вернуться вновь в Рим. Это скоростной поезд. Время в пути Рим-Неаполь – один час. По таким ценам, да еще на скоростном поезде, можно путешествовать по всей Италии хоть каждый день. Что я и буду делать в дальнейшем. Уже купила билеты на конец марта во Флоренцию. На вокзал Термини я приехала немного пораньше, так как сегодня 8 марта, в Риме забастовка общественного транспорта. Я решила приехать пораньше, перед забастовкой. Конечно, я могла бы дойти пешком, но все-таки хотелось сберечь силы для прогулки по Неаполе. Вот сейчас хожу по вокзалу Термини и выбираю, где же позавтракать. Удивительное дело, я уже заметила, что каждый год 8 марта в Риме забастовка общественного транспорта. И она длится где-то с 8.30 до 17.00. А я сегодня в это время буду гулять по Неаполю. Программа прогулки по Неаполе у меня небольшая. Я не хочу никуда торопиться, знаю, что я еще вернусь в этот город. Последний раз я была в Неаполе осенью 2022 года. И еще тогда пообещала себе вернуться. Если кто-то из вас не видел видео с этой прогулки, посмотрите, я прикреплю ссылку. Сегодня в Неаполе я хочу побывать в базилике Санта-Кьяра и насладиться красотой монастырского дворика. Потом обязательно посетить Костель-Нова, новый замок, один из интересных замков Неаполя. Прогуляться по галерее Умберто I и, конечно же, половить атмосферу на узких неаполитанских улочках. Если вам все это интересно, досмотрите это видео до конца. Несмотря на то, что праздник весны уже прошел, пусть даже с опозданием, но хочу поздравить всех девушек и женщин, кто смотрит это видео. Хочу поздравить вас с самым долгожданным временем года – весной. И пусть у каждого из вас над головой будет только голубое и светлое небо. Будьте счастливы, любимы и желанны. И пусть быстрее закончится эта затянувшаяся война. Перед поездкой в Неаполь в интернете я видела очень много фотографий станции метро Толедо. И вот я здесь. Теперь я вижу все своими глазами. Я специально вышла на этой станции полюбоваться красотой, созданной испанским архитектором. Солнечный свет проникает прямо извне. Запрограммированные светодиоды создают игру света и цвета. Это действительно похоже на какой-то подводный мир. Несмотря на красоту, поражающую с первого взгляда, украшение метро имеет свой смысл, которое я обязательно рассмотрю в следующий раз. Я поднялась по эскалатору вверх, а потом спустилась, для того, чтобы снять для вас видео и полюбоваться, конечно же, самой красотой этой станции метро. А потом вновь села на поезд и продолжила свой путь. Проехала еще одну станцию. Честно сказать, неаполитанское метро меня очень удивило. Во-первых, оно очень глубокое, а во-вторых, оно просто потрясающе красивое по сравнению с римским метро. А станция Толедов считается самой красивой станцией метро не только в Европе, но и в мире. Вот мы уже и подошли к базилике Санта-Кьяра. Санта-Кьяра является одним из символов Неаполя, но и, наверное, самой большой готической базиликой в Неаполе. Строительство церкви началось в 1310 году по заказу короля Роберта Анжуйского, а через 18 лет весь монументальный комплекс был уже завершен. В комплекс входили два монастыря. Один мужской, в котором размещались монахи-францисканцы, а другой женский – монастырь Ордена Бедных Кларис. Благодаря Бедным Кларам этот комплекс, в который входили церковь, монастыри, колокольни, получил название Санта-Кьяра. Церковь была построена Гольярдо Примарио в готическом стиле, который в то время развивался в Европе. Во второй половине XVIII века церковь была реконструирована в стиле барокко. А в 1943 году, во время Второй мировой войны, в Неаполе были сильные бомбардировки. Церковь сильно пострадала в результате пожара. После войны церковь была перестроена и отреставрирована в соответствии с первоначальным готическим стилем. Спустя 10 лет, в 1953 году, храм вновь был открыт для богослужений. Сейчас церковь имеет свой первоначальный средневековый вид. Она очаровательна и элегантна. В центре стоит гробница короля Роберта Анжуйского. В церкви один неф, длина его 82 метра, ширина 13 и высота 46 метров. С каждой стороны нефа по 10 часовен. Санта-Кьяра родилась как придворная часовня и была центром религиозных и гражданских событий Анжуйского периода в Неаполе. Внутри церкви хоронили правители династии, их потомков и самых важных, крупных и влиятельных чиновников двора. Говорят, что король Роберт спросил мнение своего сына Карла о том, как выглядит законченное здание. И тот, недолго думая, отвечает. Мне кажется, что это большая конюшня с яслями по бокам. А сейчас из церкви переходим в монастырский дворик. Майориковый монастырский комплекс – это настоящий оазис спокойствия и тишины прямо в центре Неаполя. Колоннада с 66 арками древнего монастыря 14 века осталась неизменной, а нынешний вид сада был перестроен. Центральная часть двора разделена на четыре части. Большие клумбы, много цветов, дорожки, фонтаны и 64 колонны, украшенные майорикой ручной росписи. Восьмигранные колонны украшены растительными гирляндами. Колонны соединены друг с другом сиденьями, на которых изображены народные, сельские, морские и мифологические сюжеты, которые идеально гармонируют с окружающей природой. Это работа мастеров Доната и Джузеппе Масса. Стены четырех сторон монастыря были украшены в первой половине 17 века. неизвестным автором. Идем пыталась расстояние чтобы не было ощущение на морском столе. На некоторых стенах фрески отсутствуют, они были повреждены бомбежкой. Продолжение следует... На территории монастыря есть небольшой музей. В нем четыре выставочных зала. Археологический зал, в котором хранятся находки, обнаруженные при раскопках. Исторический зал, в котором показаны изменения всего монументального комплекса. Мраморный зал и зал реликвий. Музей расположен в некоторых комнатах монастыря, где изначально были апартаменты монахинь. Внутри музея находятся экспонаты церкви и монастыря, и то, что уцелело во время пожара в 1943 году. В этой комнате хранится вершинство. Это вертеп. Он был сделан в 18 и 19 веке. В нем представлены персонажи и сцены повседневной жизни того времени. И даже были использованы ткани, из которых тогда шили одежду. Как вы уже заметили, этот вертеп не ограничивается только сценой яслей и святым семейством. В этом вертепе мы видим даже жителей Неаполя. Рождество помещено в центре сцены и установлено в разрушенном римском памятнике. Это символизирует зарождение новой христианской эры на руинах язычества. Вертеп был сделан из папье-маше, пробки, дерева, а тела пастухов из пакли. Конечности и лица из терракоты. Огромная и просторная площадь Плебешито. Когда я вышла на эту площадь, у меня мелькнула мысль, что это место мне чем-то напоминает площадь Святого Петра в Риме. А церковь, которая стоит перед нами, напоминает форму пантеона. Видимо и правда, архитекторы этой площади были вдохновлены колоннадой Бернини собора Святого Петра. И по этому образу создали площадь Плебешито. А может быть, я и ошибаюсь. На прогулках по Риму я очень часто говорю, что все дороги ведут в Рим. А вот в Неаполе все дороги ведут в галерею Умберто Первого, потому что у нее четыре входа. Давайте и мы заглянем в галерею. Галерея Умберто Первого покрыта стеклянной конструкцией и украшена статуями и фресками. На нижнем этаже магазины, кафе, рестораны, а на верхних этажах в основном расположены офисы. В 16 веке этот район был известен грабежами, и ужасные преступления были в порядке вещей в этом районе. Узкие переулки были очень ненадежны и некомфортны для условий жизни. Жителям надоело жить в таких условиях. Уже в то время хотели построить большое, просторное место, где торговцы могли бы продавать свою продукцию, не подвергаясь грабежам, а жители могли бы ходить, не подвергаясь преследованию. Так хотели спасти район от деградации. И только в конце 19 века всего за три года была построена эта галерея. В течение нескольких месяцев в галерее были открыты магазины, студии, редакции газет, офисы. И за короткое время галерея Умберто I стала светским центром Неаполя. Как же здесь красиво и просторно. Галерия Умберто comитая. Костель Ново Дело в том, что когда началось строительство этого замка, в Неаполе уже было два замка. Чтобы подчеркнуть отличие от других уже существующих неаполитанских замков, замок стали называть новым. Но сейчас более известное название замка – Маски-Анджуину. В конце XIX века замок решили неофициально назвать Маски-Анджуину, чтобы подчеркнуть величие его башен. После переноса столицы Сатирийского королевства из Палермо в Неаполь, Карл Анджуйский решил возвести резиденцию для королевского дворца. В 1279 году началось строительство, которое продолжилось пять лет. На первый взгляд замок поражает своей формой и массивными башнями. Между двумя входными башнями возвышается резная богато украшенная триумфальная арка. Этой аркой Альфон Сарагонский хотел увековечить свой триумфальный ход в город. Это был уже XV век. Если взять билет за 6 евро, то можно самостоятельно прогуляться по замку. Если же доплатить еще 10 евро, то вместе с гидом и с небольшой группой вас проведут по замку. Будет возможность спуститься в подземелье и подняться на башню, откуда открывается прекрасный вид на город. Что при покупке билета за 6 евро не предусмотрено. Я решила купить билет за 16 евро и прогуляться по этому историческому месту вместе с гидом. Ведь только гид может обратить наше внимание на самые значимые, интересные символы этого замка. Перед нами была группа на английском языке и наша на итальянском. Во время землетрясения в 1456 году замок Маски Анджуина был поврежден. Палатинская капелла устояла перед этой катастрофой. Но несколько столетий спустя фрески, которые Джотто создал вместе со своими учениками, он был вдохновлен Ветхим и Новым Заветом, были утрачены. Сейчас капелла лишена украшений. Она только демонстрирует готическую архитектуру. Ветхим и Новым Заветом. Мы сейчас направляемся в зал баронов. Зал баронов замка был построен по заказу Роперта Анджуйского и расписан Джотто в XIV веке фресками. Здесь были изображены Самсон, Геракл, Иней, Цезарь, но, к сожалению, фрески не сохранились. Во время правления Альфорца Арагонского в середине XV века зал был перестроен и расширен. На голых стенах на высоте 28 метров возвышается колоссальный свод. В центре находится окулус, от которого отходят 16 ребер. Они соединяются с другими второстепенными элементами и создают звезду. В основании купола есть коридор. С зала мы видим только квадратные окна, через которые поступает свет туда. И еще на стене между двумя окнами находится большой прямоугольный уголок. Это место предназначено для музыкантов. В 1919 году в замке был пожар, который уничтожил фрески и украшения этого зала. Но, несмотря на это, благодаря великолепному куполу зал сохранил свою прелесть. Нам рассказал Агит, как через это маленькое окошко попадал солнечный свет и прожектором проходил по стене напротив. Это занимало где-то более двух часов. И там сидел Афонсо, поэтому он так видал, как видите, на фреске. Обычно, на фреске, если бы не видеться лучше, эта фреска движется легче. Этот фрескан, то есть, что, по-настоящему светлый свет, для достижения этого центра стоит два часа. Обычно, здесь, он увеличивается. Это было быт, да? Это было быт. Слева от палатинской капеллы есть комната, в которой раньше размещался военный арсенал замка. Уже в наше время при ремонтных работах были обнаружены важные археологические находки времен Римской империи. Начиная с первого века до нашей эры и до пятого века нашей эры. Сегодня археологическая зона покрыта стеклом, по которому мы можем пройти и рассмотреть все, что было найдено. А внизу, под палатинской капеллой, находятся две тюрьмы, куда мы сейчас с вами спустимся. Продолжение следует... Отсюда просто исчезали, и никто не понимал, куда они могли деться. Только позже было обнаружено, что в подземелье жил крокодил, который нападал на несчастных через отверстия и утаскивал их в глубину более чем на 10 метров. Вот такой был смертный приговор. И никаких следов, чтобы не вызвать шумихи и протестов. Вторая комната – это тюрьма баронов. В ней видны гробы с останками дворян, одетых согласно моды того времени. Была сделана даже экспертиза. Это произошло именно в тот год, когда безжалостный король Фернан Тарагонский, нелюбимый как знатью, так и народом, он был жестоким королем, решил отомстить за политические разногласия и протесты. Фернан Тарагонский схитрил. Когда вроде бы все разногласия утихли, он сделал вид, что хочет забыть о происшедшем, и приглашает баронов на вечеринку по случаю брака его дочери. Оказавшись в зале баронов, в котором мы с вами были, все враги и заговорщики были арестованы и убиты с особой жестокостью. А некоторые выжившие были брошены в подземелье и больше никогда не увидели света. Наш гид передала нас другому работнику музея, который сопроводил нас на башню замка. Дорогие друзья, давайте полюбуемся Неаполем с высоты птичьего полета. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так же, как и в музее Капо-де-Монте, эти две достопримечательности как раз находятся в одной стороне. Еще не вернулась в Рим, а уже начинаю планировать новую поездку в Неаполь. И я думаю, что здесь много мне предстоит еще увидеть и узнать. Субтитры делал DimaTorzok Костель Ново – великолепный символ Неаполя. События, которые произошли в этом месте, навсегда остались вписаны в историю Неаполя. Это дом королей, заговорщиков и даже палача крокодила. Моя программа выполнена, чему я очень рада. А сейчас, дорогие мои друзья, я приглашаю вас прогуляться по колоритным улочкам этого великолепного города. Надеюсь, вы еще со мной? И, конечно, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться видео с друзьями. Спасибо, что досмотрели видео до конца и были со мной. КОНЕЦ БОКА КОНЕЦ БОКА БОКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...